Если ты подписался на наш канал, ты красавчик. Если ты нажал на колокольчик, чтобы быть в курсе всех событий, респект. Если ты оставил свой комментарий, ты реально разбираешься в боксе. Если ты просто поставил лайк, ты лентяй. Но за все это вам большое спасибо. Ну что ж, рад приветствовать всех тех, кто заканчивает вместе со мной уикенд бокса. Заканчиваем мы его победой чемпиона мира по версии WBO в первом легком весе Джамиля Херинга над Карлом Фрэмтомом техническим нокаутом в шестом раунде. Это был майн-ивент на арене Сизер Пелл из Дубая, Объединенные Арабские Эмираты. Поединок, на мой взгляд, был очень сложным. Сложным прежде всего для Фрэмптона. Потому что ему приходилось постоянно решать кучу задач. Первое. Надо быть быстрым, резким, дерганым. Чтобы ни в коем случае не дать Джамилю Херингу с дистанции определять на тебе цели и вбивать в эти цели свои варежки. Поэтому Фрэмтом, решая кучу задач, был каким-то дерганым. Идти вперед, но не получается при этом наносить удары. Наносить удары значит тянуться, подпроваливаться и подставляться под встречные или ответные удары Херинга. И вот эта попытка решать многозадачность, решать кучу задач Фрэмтомом, приводила к тому, что он вроде бы и прессинговал. Он вроде бы как и успевал выходить на дистанцию. Но делать все вместе и сразу это просто невозможно. Ты должен какую-то предварительную работу сделать, а потом уже основную. И Херинг, видите, он все-таки носорог, он умеет атаковать только по прямой. И любое смещение Херинга вправо-влево уже ставило перед Фрэмтом новую задачу, которую ему опять же приходилось решать молниеносно. И вот эта вся дерганность, попытка сделать все и сразу, постоянно думать, постоянно принимать решение, вот к пятому раунду Фрэмтома просто высосали. На мой взгляд, Фрэмтом просто, знаете, как вынимаешь пробку из ванной и вода моментально уходит. Вот так вот и силы в начале где-то пятого раунда Фрэмтома начали покидать. И, ну, нужно отдать должное Херингу. Кто-то говорил, что, в общем, работа ног не такая, Фрэмтом лучше на ногах. Кто-то говорил, что Фрэмтом сможет проскальзывать, что Фрэмтом гораздо быстрее. Нифига, ребята, все-таки умение боксировать, умение видеть ситуацию и умение создавать выгодную для себя ситуацию, будь то работе на отходе, будь то в атаке, это вот великое искусство. Много раз говорили, в чем разница между, допустим, английским боксом, европейским боксом и американским боксом. Европейский бокс в большинстве случаев, он более такой, как по учебнику. Вот как в учебнике написано, ты так и делай. В Британии все-таки больше это все заточено на драку. И, ну, действительно, на драку, пускай даже по правилам бокса. А вот в Америке есть то, чего нет в Европе и в Англии. Это, ребята, умение импровизировать. То есть действовать нестандартно. Вроде бы Фрэмтом начинает тебе обрезать угол, да, готовя удар правой. А ты зайди и развернись просто за его правую руку. Только Фрэмтом готовится пробить джеб, зайди, повернись спиной за этот джеб, не дай ему это наносить. В общем, как бы по цели. И вот такими вот маленькими кусочками Фрэмтом и откусывал плоть от Фрэмтома, как бы до костей его прогрызая, в конце концов, залазя ему в голову и не давая Фрэмтому, самое главное, навязать ему свой дрочливый стиль. Стиль, при котором я, ты статичен, я со средней дистанции вхожу в инфайт с ударами, цепляюсь за тебя варежками и начинаю тебя калашматить до тех пор, пока сам не устану и не войду в клинч, либо ты не будешь пытаться там избежать моих ударов и ловить себя в клинче. А Херин сделал элегантно, он опачки растянул дистанцию, опачки растянул дистанцию. И Фрэмтом постоянно должен был тянуться, 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 а вот это вот пытаться дотянуться, это высасывает силы неимоверно, потому что ты классный, когда твоя варежка приходит на цель, а когда ты чувствуешь неуверенность в дистанции, постоянно должен балансировать, это заставляет тебя уставать. Ну и апперкоты правые, точнее левые, прямые навстречу апперкоты левой и серии боковых, конечно же, у Херинга в конце концов получались лучше, что мы и увидели. Я считаю, что закономерная победа Херинга, кто-то, в общем, дорекал нам, что мы постоянно промахиваемся, вот ребята, в общем, три ивента подряд у нас все как бы сходится. Это потому, что, в общем, самое трудное, знаете, что давать прогнозы на поединки ноунеймов и больших парней с тупой командой. А так, в принципе, все мы красавцы. Очень большое спасибо вам за ваши комментарии, за вашу поддержку и... Спасибо. 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 Спасибо.